У нас в гостях профессиональный массажист Нузаред Касьян. Доброе утро! Доброе утро! Заред, рассказывайте, с помощью массажа можно расслабиться? Ещё и как? Ещё и как, но... Потом очень сложно собраться. Но есть тоже свои нюансы в этом вопросе. Существует расслабляющий массаж и существует массаж под названием релакс. Они... Различие. Некоторые как бы их объединяют, то есть их можно объединить. Релакс по-английски это расслабление. Да, совершенно верно. То есть, ну, многие просто позиционируют расслабляющий массаж. Одни как лечебный, другие как релакс. Здесь существенная разница в том, что расслабляющий массаж можно использовать его для того, чтобы привести мышцы в нормальное состояние, снять зажимы, убрать какие-то зоны, которые проблемные. Но это не всегда может тебя расслабить, кстати, в плане... Нет, оно расслабляет всегда, просто должна быть определенная степень воздействия, продолжительность. И это работа с мышцами. А что касается релакса, он работа с мышцами, с поверхностью кожным покровом, но нацелена именно на психосоматику и на нервы. Я понял. То есть, вот, разница между расслабляющим, да... Да, я понял. Просто, мне кажется, англичане, почему релакс, расслабляющие, они так, ну, знаешь, нягенько, да. А у нас в России это лечебный такой массаж, чтобы все зажимы снять. Необязательно, необязательно. Нет. Ты к неправильным массажистам ходил? Нет, лечебный массаж, конечно, он будет болезненный, потому что не обязательно он должен быть. Что ж такое? У него просто есть узконаправленное целевое назначение, как бы. Ну, и не всегда это легко приносит, иногда где-то больно, где-то зажимы чувствительные, да? Ну, конечно, если особенно работаешь с проблемными зонами, тогда это уже болезненно. Как часто можно делать? Или нужно даже делать? Да, можно делать хоть каждый день. Если человек здоров, в качестве профилактики, допустим, каких-то зажимов, как часто вы бы посоветовали ходить на массаж? Раз в месяц, раз в год? Мои пациенты, или клиенты, как правильно сказать, они на профилактику, то есть после курса массажа на профилактику еженедельно ходит кто-то. Кто-то ходит в месяц раз, два раза в месяц. Есть те, которые вообще постоянно регулярно, у меня есть спортсмены, которые приходят ко мне два раза в неделю, это регулярно. То есть они выбирают дни, время мы выбираем, и они после физических нагрузок приходят, чтобы просто снять напряжение мышц. Заря, ну вот мы сегодня отмечаем все-таки день расслабления, не всегда есть возможность, время прийти на массаж к профессионалу. Можно ли дома как-то? Самостоятельно. Или же вот такой вопрос, человек не обученный именно массажному делу, может ли он безболезненно, не нанесая никаких травм, сделать массаж своему другу? Нет, он может его погладить, скажем так. То есть если человек восприимчив тактильно, то в принципе это его будет вполне успокаивать. Мы все знаем, что когда мама гладит плачущего ребенка просто по голове, он успокаивается. Это фактически тот же трилакс. То есть передача нервных рецепторов через голову, через волосы на все тело. То есть без определенных знаний очень сложно повлиять как-то глубоко, но я же вижу, что у нас в студии стоит инструмент стол массажный. Это значит, что сегодня вы нам сможете продемонстрировать несколько расслабляющих приемов, правильно? Да, можно показать, что значит расслабить мышцы и что значит релакс, чтобы было примирно. Мы согласны. Ты согласен? Согласен. Отправляемся к столу. Ты согласен? Ладно, хорошо, давайте. Итак, на национальный день расслабления, который отмечается почему-то исключительно в США, мы на начало яблочного спаса, уже не начало, а действия, решили промять Дениса. Ладно, хочу сказать, что в Америке человек, если дважды не ходит в неделю на массаж, он считает себя ущербным. Хотя бы, чтобы вы понимали. Раз вы уже на Америку ориентируетесь. Хорошо живут, скажем так. Ладно. Ложись. Аккуратно. Итак. Я готов. Ничего, что он одет, мы его раздевать не будем? Не будем, не будем, да. Прежде чем начинать массаж, мы определяем, в чем у него заключаются проблемы. А есть какие-то проблемы, Дениса? Да? Вот, пожалуйста. Я даже уверен, что ему больно, да? У меня для тебя плохие новости. Спасибо большое. То есть, если это касается расслабления, то вот эти мышцы надо сначала расслабить ему, чтобы потом, допустим, сделать ему обычный расслабляющий массаж. Отличие существенное в том, что при рабочих техниках на расслабление мышц мы руки отрываем. При релаксирующих техниках мы стараемся как можно дольше и длиннее делать движения и работать по всему телу. То есть, начиная с одной какой-то зоны, мы делаем длинные движения, которые могут переходить на разные части тела, совмещая. А если делаем просто, нам нужно расслабить какую-то группу мышц, проверяем по наличию зажимов, а потом начинаем проработку уже самой мышцы. Больно тебе? Нет, не щекотно. Секотно. Можно помять Денисе, чтобы проблем стало меньше? Или 30 секунд? Нет, 30 секунд мы не справимся с этой задачей. Но, по крайней мере, почувствовать руки он может. Хотя бы определили. Есть как бы позиции определения. То есть, мы ставим руку, тело должно привыкнуть и перестать ощущать ее как агрессию. А можно я попробую? Конечно. Денис, перестань ощущать меня как агрессию. Друзья, прямо сейчас у нас факт. Лучше еще делать такое легкое, как бы, подрагивание, чтобы, да, ткань. Итак, если вдруг что-то пропустили, заходите на сайт нашего телеканала kuban24.tv. А прямо сейчас наши самые расслабленные, как раз те, которые работают без каких-либо напряжений. Шустрики! А я буду рассказывать, что делать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!